Раскрытие информации системы осуществляемых эмитентами мероприятий, направленных на информирование акционеров, государственных органов и других участников рынка ценных бумаг о своем финансово-экономическом положении, предпринимаемых действиях и других сведениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации нормативными актами об акционерных обществах, рынке ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг, экономический смысл. Акционерные общества по своей экономической природе являются участниками рынка ценных бумаг, уставный капитал которых формируется уже на этапе учреждения общества путем оплаты размещаемых ими ценных бумаг акций. И хотя акции далеко не всех акционерных обществ являются свободно обращаемыми на публичном рынке ценных бумаг, сама их правовая природа, порядок отчуждения, предоставляемые ими права таковы, что необходимым условием нормальной деятельности эмитентов и построениями нормальных взаимоотношений с иными участниками рынка ценных бумаг, является их информационная прозрачность и открытость. С этой целью в законодательном порядке на эмитентов возлагается обязанность регулярной полной информировать о своей деятельности, при этом порядок и объем сообщаемой информации тем выше, чем активнее вовлечен эмитент в деятельность на фондовом рынке. Наибольшая нагрузка по раскрытию информации лежит на акционерных обществах, осуществивших размещение дополнительного выпуска ценных бумаг на публичном рынке капитала путем проведения открытой подписки и включенных в дотировальные списки бирж. Способы раскрытия Раскрытие информации может осуществляться путем публикации сведений в ленте новостей, сети интернет, средствах массовой информации, направления информации в соответствующие органы государственной власти, направления информации в адрес акционеров эмитента участников рынка ценных бумаг, предоставление доступа к сведениям, хранящимся по месту нахождения эмитента или иному адресу, формы раскрытия. Раскрытие информации осуществляется в форме годового отчета общества, годовой, квартальной бухгалтерской отчетности общества, ежеквартального отчета, списка аффилированных лиц, информация, прилагаемая ходатайству или уведомлению государственного антимонопольного органа, решение отчета о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, сообщение о существенном факте, сообщение о сведениях, способных повлиять на стоимость ценных бумаг. В иной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, документами общества, кодексом корпоративного поведения, обязанность по раскрытию, с точки зрения обязанности эмитента, раскрытие информации осуществляется им, добровольно по инициативе эмитента, с целью улучшения своего имиджа, повышения доверия акционеров, инвесторов и других участников рынка ценных бумаг и пот, добровольно по запросу определенного круга лиц. Обязательно при совершении определенных корпоративных действий, наступлении определенных обстоятельств, обязательно на регулярной основе, обязательно по запросу акционеров, государственных органов, аудитора общества и ДР. Источники. Закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года. Номер 208 ФЗ. Об акционерных обществах. Закон РСФСРУ. От 22 марта 1991 года. Номер 948 И. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Закон Российской Федерации от 28 декабря 2002 года. Номер 39 ФЗ. О рынке ценных бумаг. История. Копия. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. История. Копия ФСФР России. Номер 05.4. ПЗНОД. 16 марта 2005 года. Приказ Минфина РФ. 28 ноября 1996 года. Н101. О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами. Приказ от 23 апреля 2009 года. Н09.14. ПЗНОД. Об особенностях порядка ведения реестра владельцев эминных ценных бумаг эмитентами эминных ценных бумаг.